Всем привет, меня зовут Ева Ревтова, я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня мы подводим итоги 2019 года, как это принято в начале следующего. Наш рейтинг составлен не из самых продаваемых ароматов, потому что по-прежнему, мне кажется, еще так очень долгое время будет, эту нишу занимает люкс. Такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana продают флаконы тысячами, поэтому львиная доля в продажах, естественно, остается у них. Наш рейтинг это самые желанные, ожидаемые ароматы этого года, причем самое интересное то, что некоторые ароматы выпущены не в 2018 и даже не в 2019, а еще в 2017 году, но на самом деле это не удивительно, потому что с момента, когда аромат выпущен, когда его презентовали, когда его выпустили на рынок, да, привезли к нам, еще нам требуется время полюбить, иногда проходит действительно целый год, и только потом мы понимаем, насколько мы его любим. Итак, наш рейтинг лучших ароматов 2019. Поехали! Итак, первый аромат, который назван лучшим ароматом 2019 года, это Lost Cherry Tom Ford. Самое интересное, что аромат выпущен в конце 2018 года, но это совсем ему не помешало стать лучшим в 2019 году, как раз он всем пришелся по вкусу. Самое интересное, что он занял и рейтинги как лучший аромат, и антирейтинги как провал, но, наверное, как все самое лучшее его и хвалят, и ругают. Это не совсем Tom Ford, вернее, совсем не он, но аромат очень интересный и необычный. Сам Tom Ford говорит о нем как о путешествии в некогда запретное. Это можно судить и по названию, ведь совсем не о вишне речь. Второе значение слова Cherry это невинность, и именно о потерянной невинности говорит господин Tom Ford. И аромат максимально сладкий, как вот эти первые мгновения какой-то влюбленности, но при этом и цена самого аромата, как и цена потери весьма дороговато. Аромат относят к группе цветочных восточных, но мне лично сложно его отнести к Востоку. Все же не все Восток, что имеет древесные ноты. Он больше фруктовый, такой сладкий, а уж потом бальзамический, древесный, где-то там в базе далеко-далеко. Начальные ноты максимально сладкие, такие игривые. Это спелая мякоть черной вишни, знаете, вот как раскусили, вот прям такой сок, вот как трескается вишня, и максимальная такая вот яркость вот этих нот, вот абсолютно она звучит в начале. Ну, мне лично очень нравится вообще этот аромат, поэтому я буду о нем говорить в максимально приятных красках. И вот эта мякоть черной вишни, капельки вишневого ликера, были раньше конфеты, возможно, они сейчас есть, вишни в ликере. Вот терпкость та же самая. И оттенок горького миндаля, но миндаля мало-мало, горчинка такая вот где-то совсем издалека, то есть вот начало максимально сладкое. Сердце это уже терпкость, сироп из вишни, гриот и роскошная такая текстура, мацерированных ягод. Вот очень многие слышат мамино домашнее варенье. Кто-то называет это компотом, кто-то говорит, что это вишня, посыпанная сахаром. Но мацерация, это когда из ягод при помощи спирта вытягивают все самое вкусное, и они становятся такими мягкими, податливыми. И вот эта середина, такие средние ноты, я их ощущаю практически сразу. Для меня аромат раскрывается терпко. На мне он проявляется в базе достаточно быстро, и я слышу не столько вишню, сколько больше дерева с легким таким отголоском вишни. Он такой капризный немножко, и на всех он будет по-разному раскрываться. В сердце заявлены еще турецкая роза и жасмин самбок. Честно говоря, цветы, их мало здесь. Я не чувствую розу здесь совсем. Я думаю, что все перекрывает вишня, но при этом это не моноаромат. База очень глубокая, древесная, здесь и ветивер, и сандаловое дерево, вот легкая такая кремость, и кедр белый, и почулия, корица, гвоздика, вот эти специи, пряности. То есть аромат, почему его относят все же к восточным, потому что он достаточно глубок, база древесная глубокая, и она делает его более теплым и интересным, именно когда он раскрывается чуть позже. Аромат унисекс, и почему-то я вижу его очень на темноволосых людях. Мне кажется, что чаще его будут носить молодые девушки, ну, наверное, потому что игривость нот более интересна для них. Аромат очень стойкий, я его ощущаю на себе весь день, и на следующий день тоже. Он сидит достаточно близко к коже, если им не поливаться, то он подойдет и для похода в универ, и для прогулок. Зимой будет, кстати, звучать шикарно. Кстати, он отличен и для свиданий, сладкий, но не душит. Следующий аромат Бакара Ружь 540. Уж сколько его и хвалили, и ругали, и для кого-то он пах бинтами, для кого-то клубничным вареньем, но самое важное, что он никого не оставил равнодушным. Возможно, удивительно, что он попал в рейтинг этого года, потому что сам аромат выпущен в 2015 году, а в формате экстракта он был выпущен в 2017. Но именно в 2019 он был назван инстаграмом как самый желанный аромат. Он был в списках всех виш-листов, с ним было больше всего фотографий, огромное количество хэштегов, и он действительно занял почетное место в сердцах своих поклонников. Ну, Франциско Руджан всегда умел нас удивить. Аромат теплый, пряный, с достаточно такой небольшой пирамидой, но настолько красивый, он вот как калейдоскоп. И мне кажется, что он действительно, его можно либо любить, очень сильно обожать просто, либо ненавидеть. Равнодушными к нему быть абсолютно невозможно. Своим названием аромат обязан производству знаменитого хрусталя Бакара. Добавляют порошок золотой 24 карата и плавят при температуре 540 градусов, за счет чего получается прозрачный, очень красивый хрусталь. В Москве я точно знаю, что есть бутики Бакара, и это действительно произведение искусства, так почему бы этому не посвятить аромат. В композиции жасмин, шафран, еловая смола, вот такой древесный янтарь, белый кедр и амбра. И он действительно шикарный, он в меру смолистый, в меру стойкий, чуть-чуть дымный. Он и сладкий, и терпкий, и чуть-чуть хвойный. Вот настолько он играет, настолько по-разному раскрывается на всех, что невозможно, чтобы мимо вас прошли и не спросили, что на вас. Потому что этот аромат действительно заявляет о себе. Он очень стойкий, стойкий просто невероятно. Это один из самых стойких парфюмов, которые я вообще когда-либо встречала. Он держится 3 дня, и на волосах он держится вообще вот ровно столько, сколько, пока вы не захотите его смыть, да, и уничтожить со своих волос, вы будете им пахнуть. Аромат абсолютно унисекс, его запросто могут носить и мужчины, и женщины. Мужчина вот для меня почему-то либо такой вот темноволосый восточной наружности, либо вот очень стильный европейско-славянской внешности, но почему-то ассоциация именно такая. Аромат будет смотреться в любое время года хорошо, если не перебарщивать с ним, потому что он действительно очень стойкий и шлейфовый шлейф дальше 2 метров. Поэтому он не для офиса, он скорее больше вечерний, для свиданий, для встреч, и действительно вы не останетесь незамеченным в этом аромате. Следующий аромат это Killian Rolling in Love. Этот аромат назван самым ожидаемым ароматом 2019 года, ну 40% мускуса, еще бы, как не ждать. Он мускусный, пудровый, молочный, но самое главное, что он сексуальный, и он назван мускусом человеческой кожи, и он действительно раскрывается как что-то совсем личное. При совместной работе с Паскалем Гарином Killian хотел сделать аромат монохромным, белым. Отойти от своего видения, потому что все Killian ароматы, они достаточно яркие, знаете, как взрыв чего-то, и немножко попахивают коньяком или алкогольными такими нотами, потому что Killian Hennessy очень часто говорит о том, что любимым местом в его детстве были коньячные погреба, и поэтому все его ароматы носят легкий оттенок вот этого счастливого времени. Rolling in Love совершенно не похож на Killian ароматы, и посвящен чувству влюбленности без памяти. И говорят, что это лучший аромат для секса, как бы это ни звучало, поэтому для свидания он будет идеален, и аромат окутывает влюбленных словно такой легкой вуалью. Здесь 40% мускуса, как я уже сказала, и это, естественно, не может на нас не действовать. Все-таки это не зря здесь придумано. 40% мускуса, и здесь в верхних нотах семена амбреты и миндального молока. И действительно аромат раскрывается молочно-пудровыми нотами, но вот только на блоттере. Если нанести его на кожу, особенно на теплую кожу, вот дома вы его нанесете, он раскроется, как ваш личный аромат. Я его тестировала и не могла просто поверить в то, что на блоттере я чувствую одно. Ну вот он буквально как моноаромат, он постоянно остается одним и тем же, и кажется, что он не меняется. Это пудра, что-то молочное, сливочное, как пеночка такая от какао, знаете. А вот когда я его нанесла на кожу и походила с ним, вот такое ощущение, что это мой личный запах, но вот что-то в него немножко добавлено. И мне кажется, поэтому назван мускусом человеческой кожи. Он будет пахнуть, как ваш возлюбленный, как близкий вам человек. И вы будете пахнуть так же особенно. Он абсолютно личный, точно унисекс, он на каждом будет по-разному раскрываться. Но он интересен тем, что вот семена амбреты, миндальное молоко, которые в верхних нотах, они продолжаются, смешиваясь с рисом и фрезией в сердце. И это дает еще большую пудровость. Вот ноты не выделяются, знаете, ничего не выпрыгивает. Это такой вот поток, который просто сносит. База очень глубокая, абсолют бобов тонка, экстракт ванили и абсолют туберозы. Вот белый цветок, в котором и мед, и немножко зелени, и кожаные какие-то оттенки. Но вот здесь немного шоколада. Такая шоколадка, молочный шоколад. Вот что-то такое. Или, как я уже сказала, пенка от какао, вот куда еще маршмеллоу, знаете, сверху набросали. Вот очень похоже на какую-то зефирку. Но он звучит так только на блотере. Его тестить нужно обязательно на запястье, на себе, на коже, потому что это совершенно другое звучание. Он не навязчивый, поэтому хорош будет в любое время суток. Мне кажется, что он не офисный просто потому, что он сексуальный. Но этот аромат, это либо любовь, как вот к любимому человеку, запах которого вас просто, да, сносит крышу. Либо абсолютная ненависть и непонимание, как это вообще может нравиться, ну, как к человеку, которому вы испытываете отвращение. Следующий аромат Танка 25 Ле Лабо. Я обожаю этот бренд за то, что они понимают истинную суть парфюмерии. И они не делят на мужское и женское. Они работают только с ингредиентами и личностью. Мне кажется, что в этом и есть суть парфюмерии. Танка 25 это шедевр парфюмера Дафна Бюже, которая уже работала с брендом и выпустила 4 потрясающих аромата. Он назван самым необычным ароматом 2019. И он бальзамический, мускусный и пряный. Что о нем можно сказать? Это очень стильный, дорогой аромат с некоторыми такими чертиками в глазах, но при этом элегантный. И это парфюм человека с запросами, с высокими такими амбициями. Ему действительно нужно соответствовать. При этом он настолько интересный, мягкий, естественный, что звучать прекрасно будет в любое время года. Аромат назван самым необычным, потому что никто не может с точностью сказать, чем же он пахнет. Для кого-то он пахнет печеньем, для кого-то он пахнет лимоном, для кого-то только деревом. Но при этом все говорят, что это шедевр и он стоил трех лет молчания бренда. Шероховатая такая древесная основа. Здесь атласский кедр и бобы тонка просто шикарно с ним сочетаются. Где-то легкие такие оттенки лимона, апельсиновый цвет. Он получился терпким, мускусным, потому что здесь добавлен мускус, ванили немного. И он действительно звучит и как крем-брюле лимонный такой яркий. И терпкий за счет вот древесной основы. Такая кофейная замша где-то звучит далеко. Эдди Роскиса, основатель бренда, называет этот аромат темным. И темным в хорошем смысле, притягательным, сексуальным, элегантным. Как знаете, такая темная лошадка, очень дорогая, арабская. И он говорит о том, что они хотели поработать с атласским кедром. Это их любимый ингредиент. И посчитали, что бобы тонка будут идеальным к нему дополнением. И аромат получился интересным, как темный, теплый летний подлесок с его смолами, травами, осыпанным мускусом и несколькими каплями ванили. Мне кажется, что лучше и не скажешь. Следующий аромат это Роза и кожа Фредерико Маля. Этот аромат назван самым красивым. И вроде бы сначала совершенно не понимаешь, почему. Авторство Жанна Клода Иллина. И это как показы Версачи в мире моды. Это всегда какое-то заявление. Это всегда что-то необычное. Я, наверное, вот так положу это все, для того, чтобы это было видно. Сейчас, возможно, вы знаете, тренд это возврат к 60-м и 70-м годам в моде. И парфюмерия, естественно, не отстает от этого. И действительно, весь последний Фредерико Маль это возвращение к 60-м и 70-м классике. К такой красивой классике в новом прочтении. Это что-то древесное, шипровое, возможно, немножко одеколонистое и яркое. Но настолько интересное и красивое, что оно нравится и молодым людям, и более такого старшего возраста. И для всех это звучит действительно интересно. И девиз этого аромата – бурная сдержанность. На первом месте, конечно же, любимый ингредиент Жанна Клода Ильина – это роза. Но роза здесь такая совершенно необычная, мелкая, дикая роза. Знаете, как в заброшенном саду. И причем розы здесь очень-очень мало. Сам Жанн Клод Ильина говорит о том, что розы здесь играют, да, как в театре. Герань, бурбон и черный перец тимут. Причем вот роза купажирована, то есть чуть-чуть розы купажирована с ноткой кассиса, с экстрактом тимутового перца. И герань и бурбон для того, чтобы получить вот такой сильный, яркий аромат. Вы знаете, вот для того, чтобы его описать, я не знаю, в классе биологии, возможно, или у бабушки на подоконнике, герань росла. И вот если ее пощипать листья руками, остается такой резкий запах. Вот точно так же с листьями черной смородины. Если их рвать, действительно остаются на руках достаточно резкие такие ароматы. И вот представьте, взять вот эту вот герань ощипанную, да, взять розы, немного такой вот с шипами дикой, из заброшенного какого-то сада, туда же еще перца, вот горошком таким или свежего помола, и смородину черную тоже листьями, все это вот, не знаю, сжать в руке. И получается вот то, что я слышу на блоттере в первые минуты. Что-то очень яркое и совершенно необычное. Роза здесь, несмотря на то, что она на переднем плане, она дикая, дикая мелкая роза. И дальше уже чувствуется кожа. Но это не кожа, знаете, а больше вот какая-то шкура животного, такая дубленая, солоноватая, горькая, жесткая, которую вот прям не переломить. Или как будто в кирзовых сапогах прошлись, вот по розовой плантации, либо вот сад был заброшенный, вот лежит какой-то олень с этой шкурой, вот где-то под этими розовыми кустами, и тут же вот идет человек, который случайно туда забрел и рвет вот это все руками, и вот этот аромат все это смешивается, и получается вот здесь. Первые ноты звучат достаточно одеколонисто, но потом, как вот по волшебству, вот в этом замке происходят какие-то чудеса, и становится, может быть, он более землистым, вот действительно, как вот животное, которое лежит на земле, вот вместе с этой шкурой, солоновато, горько, такой твердый. Но при этом звучит шикарно, вот интересно, невозможно оторваться, хочется вдыхать. В базе белый кедр и ветивер, что дают ему немного такую ноту зелени, вот в отдалении, где-то вот за этим садом есть еще поле с какой-то вот зеленью, и оттуда просто доносятся вот эти ароматы, вот свежескошенного какого-то сена, и вот эти стоги, которые сушатся на солнце, запах вот такой вот легкой какой-то соломы. Аромат будет уместен в любое время года. Он древесный, но при этом многогранный. Это переосмысление классики, поэтому интересен он будет всем. Следующий аромат от Мемо это Марфа Спайсис. Это фланкер, уже ставшего популярным ароматом Марфа, но говорят о том, что этот аромат может обогнать своего предшественника, как та лошадка, на которую не ставили. Выпущен этот аромат в 2017 году, и в центре композиции по-прежнему тубероза и апельсиновый цвет, но в этой версии они дополнены пряными и древесными оттенками. Аромат получился смолистый и тягучий, как крем-бальзамик. Композиция Марфа Спайсис это ода туберозе, прекрасному белоснежному цветку, который назван одним из самых притягательных и сексуальных. В нем сочетается гордения, ноты меда, тиаре, нарцисса, вообще шикарных цветов, при этом зелени и кожи. И вот это все оттеняется еще такой кремовостью сандала, легкой, цитрусовой нотой, вот как раз за счет апельсинового цвета, кедром шикарным просто, который здесь добавляет немножко хвойности и грибости такой. А еще здесь есть мускус и кардамон, причем кардамон такой лимонный немножко. И вот эта лимонная нота, она настолько здесь звучит совсем вместе, единым аккордом, что аромат безумно интересный. Вот он выразительный и чувственный настолько, ровно настолько, чтобы не казаться вульгарным и пошлым, не выделяться как-то. И этот аромат обозреватели европейских модных журналов уже вносят в списки лучшей зимней парфюмерии и есть за что. Композиция будет одинаково прекрасно смотреться и для прогулок по заснеженным улицам, и для шумных вечеринок, и для уютных посиделок с друзьями. Аромат получился древесно-лимонным, теплым, таким чуть-чуть смолистым. И он вечерний, точно не повседневный и уж абсолютно точно не офисный, достаточно шлейфовый и стойкий. Несмотря на туберозу, он шикарно дополнит мужской образ. Мне кажется, что это аромат для таких людей стильных, он скорее более взрослый, но если у вас сильный характер, волевой, такой амбициозный, то эта композиция подойдет вам вообще, несмотря на то, сколько вам лет. На сегодня это все. Поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях, насколько вам понравился наш рейтинг. Возможно, вы носили какие-то из этих ароматов и уже успели сложить об этом свое мнение. Нам будет очень интересно. Абсолютно любой аромат вы можете попробовать в пробной версии на нашем сайте, заказать и выбрать для себя самый лучший. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и до новых встреч!